Динозавры не вымерли Как известно, что большая часть динозавров вымерла от катастрофического удара метеорита о Землю, а те, которым посчастливилось выжить, умерли от последовавшего после удара ледникового периода. Однако так ли это? Давайте попробуем вернуться на десятки миллионов лет назад. Одна из главных и основных версий гибели динозавров – знаменитый кратер Чиксулуп. Ученые считают, что именно он образовался вследствие удара гигантского астероида, который и уничтожил 90% популяции всех динозавров. Затем в результате катастрофы по всей Земле начался ледниковый период. И куда же делись остальные 10% выживших ящеров? Следует отметить, что вымирание не было мгновенным, как это обычно нам преподносят некоторые фильмы и телепередачи. Вымирание оставшихся доисторических животных началось в конце мелового периода и длилось оно в течение 5 миллионов лет. Что говорить о человечестве, которое существует всего каких-то 2,5 миллиона лет? Поэтому и по сей день рождаются гипотезы о том, был ли причиной их гибели метеорит, а может, все-таки что-то другое их уничтожило? В течение огромного количества веков оставшиеся динозавры доминировали на Земле, исчезали целые виды и популяции, и появлялись новые, и до нашего времени дожили единицы рептилий. Мы говорим о крокодилах, черепахах, змеях и ящерицах. Если говорить о видах, то вполне складывается картина, что наши ученые не открыли даже 1% всех рептилий, существующих за миллионы лет. Динозавры занимали господствующее положение на планете и без мозгов, имея безупречные физические характеристики. А вот человек не имел ни природной брони, ни чешуи, ни крепких костей, ни огромных размеров, ни желудка, который переваривает даже гнилое мясо, ни возможности иметь по 20 яиц в кладке, ни теплой шкуры, ни острых зубов, ни сверхскорости, ни сверхсилы. Человек был и остается одним из самых слабых и неприспособленных хищников. От отчаяния человек начал искать пути выхода из сложившейся ситуации. Брать в руки палку, прикреплять к ней камень, одевать шкуры животных, хранить с трудом добытую еду в глиняных горшках, строить дома, огораживать их от диких зверей, обогреваться огнем, передавать знания потомкам. Но вернемся к причине гибели. Некоторые палеонтологи берут на себя смелость заявлять о том, что причиной гибели был не астероид, а эволюция динозавров. За такое огромное количество лет динозавры стали разумными, как мы сейчас. Создавали огромные современные цивилизации, строили города, открывали новые нанотехнологии и в конце концов уничтожили самих себя. Но, естественно, в ответ на это ученые получали скептическую реакцию общества. Вторая гипотеза. Динозавров убил космос. В результате столкновения звезд, находящихся в миллиардах световых лет от Земли, произошло огромное гамма-излучение, которое достигло Солнечной системы и повредило озоновый слой нашей планеты. В результате изменился климат, произошли изменения земных слоев, динозавры начали мутировать и, как итог, гибнуть. Еще одна гипотеза. Изменение уровней мировых океанов. Резкое снижение воды в океане создало массовые вымирания животных по всей планете. Изменило привычную цепочку эволюции. А как вам теория о вулканической активности? Вполне реальная. В результате удара метеорита проснулись сотни вулканов по всей Земле. Потекли лавы, начались многочисленные землетрясения. В морях то и дело возникали гигантские цунами, обрушавшиеся на прибрежные земли и уничтожавшие целые колонии животных. А что вы думаете о том, что динозавров убили цветы и растения? Ученые вам скажут, что это вполне вероятно. Травоядные ящеры питались растительной пищей, и вот в один момент появились новые растения, содержащие токсические вещества алкалоиды, которыми и отравились все травоядные. А хищники погибли от голода, потому что охотиться больше было не на кого. Встречайте еще один вариант. Периодически на нашей Земле происходит смена полюсов. А значит, наша планета на какое-то время остается без магнитного поля. Вот это какое-то время может длиться несколько тысяч лет. И, конечно, в это время гибнут многие организмы. Может быть, это касалось только организмов динозавров? Кто знает? Вот еще одна гипотеза. Адаптация динозавров в результате сдвига материков. Как известно, изначально Земля выглядела совсем по-другому. Африка и Америка были одним целым, но постепенно начали происходить тектонические сдвиги. Динозавры, обитавшие миллионы лет на одном месте, просто не смогли адаптироваться и постепенно вымерли. А вы как думаете? А мысль о том, что динозавры могли просто погибнуть от разных эпидемий инфекций, потому что у них был слабый или ослабленный иммунитет? Список можно продолжить. Но в следующий раз. А сейчас мы подошли к тому, выжил ли кто-нибудь из доисторических рептилий. И живут ли они среди нас? Легендарный писатель Артур Конан Дойл, известный по популярному произведению «Похождение Шерлока Холмса», написал роман «Затерянный мир». В романе описываются приключения британской экспедиции в Южную Америку, где героями книги были обнаружены живые динозавры, древние люди и доисторические животные. Не менее популярный роман Владимира Обручева «Плутония» описывает приключения путешественников, попавших на обратную сторону Земли, где из-за сложившегося парникового климата царил Юрский период и по-прежнему обитали доисторические ящеры. Десятки книг о существующих в современном мире динозавров разыгрывали воображение человеческого мозга, и люди не осознавая начали верить в то, что доисторические животные живут и по сей день. В разные годы и даже столетия появлялись слухи о том, что видели того или иного динозавра в определенном районе земного шара. Попробуем разобраться. Начнем со всеми известной истории о существе, обитающем в шотландском озере Лохнесс. Первые случаи встречи с так называемым лохнессским чудовищем пошли еще со времен Римской империи, когда Великой Армией осваивалась территория кельтских земель. Тогда уже многочисленные истории, впоследствии ставшие легендами, внушали жителям тех земель суеверный ужас. Это существо изображали по-разному. В форме гигантской лягушки, тюленя с длинной шеей, огромной змеей в виде лошади и в других видах самых невероятных фантастических существ. Но чем ближе наступал 20 век, тем образ лохнессского чудовища менялся, и этот озерный дьявол, по словам очевидцев, стал больше походить на Таласа Медона или Танистрофея – морских ящеров. То есть ящера доисторического периода. Вот именно в прошлом веке за этого так называемого динозавра всерьез взялись ученые. Правда, все фото и видеодоказательства были мутного качества, и нельзя было конкретно охарактеризовать, кем является данный тип животного. Зато очевидцев, которые собственными глазами видели Несси и даже слышали ее дыхание, резко прибавилось. Все рассказы о том, как эта рептилия выглядит, совершенно различались. Кто-то видел динозавра, кто-то гигантского крокодила, а кто-то акулу. В 1957 году местная жительница, которая всю жизнь прожила на берегу озера, выпустила книгу под названием «Это более чем легенда». И в этой книге было собрано почти 120 рассказов очевидцев, которые видели ящера Несси. Также во всех рассказах внешний вид животного описывался примерно одинаково. Толстое массивное тело, длинная шея, маленькая голова. Гипотеза о том, что на дне озера существует расщелина, откуда могла бы появиться не только эта рептилия, а огромное количество доисторических чудовищ, так и не подтвердилась. Однако и по сей день люди фотографируют и снимают на видео тайну Лохнессского озера. Совсем недавно 12-летняя школьница во время отдыха с семьей запечатлела на камеру мобильного телефона нечто, что может являться лохнессским чудовищем. И это видео распространилось по соцсетям. Оканаган. По легендам местных индейцев, в озере Оканаган обитает огромное чудовище Ого-Пого. Можно сказать, местный вариант лохнессского чудовища. По описаниям, имеет бревнообразную форму длиной 4-6 метров, а иногда и до 9-ти, и толщиной 40-60 сантиметров с головой, напоминающей лошадиную или козлиную. То есть на лицо настоящая доисторическая рептилия. Архивные записи о встречах с Ого-Пого существуют с 1872 года. Всего о наблюдении сообщали свыше 200 человек. И казалось бы, что и это просто разыгрывалось воображение у каждого очевидца, если бы не одно «но». Проезжавшая мимо озера колонна, состоявшая из 30 автомобилей, ехавших на отдых, внезапно остановилась, и на это была причина. Абсолютно все пассажиры кортежа увидели это озерное чудовище. Можно было все это списать на массовый сговор, но редактор газеты «Ванкувер Сан» написал, слишком много достойных людей видели его, чтобы игнорировать значимость подлинных фактов. Наблюдения продолжались на протяжении всего 20 века. Также данного ящера несколько раз фиксировали киносъемкой, фотографировали и снимали на видео. Гипотезы Если знаменитую Несси многие считают дожившим до наших дней плезиозавром, то в отношении Ого-Пого подобного единодушия нет. Некоторые, как, например, репортер из Кэлоуны Фрэнк Лилквист, считают, что и он является плезиозавром. Криптозоолог Рой Мэккел полагает, что речь идет о примитивном ките зейглодоне или базилозавре, которых как раз отличала змееподобная форма тела. Озеро Науэль-Уапи В этом озере живет свой озерный ящер под названием Науэллито. Также в 1994 году массовыми свидетелями данного явления стали более 20 человек. Большое количество очевидцев утверждает, что они сами четко видели, как водяной монстр плывет по поверхности озера. В том году и в тот день был полный штиль, поэтому версию о волнах можно сразу исключить. Некоторые очевидцы не боятся говорить о размерах чудовища. По их словам, Науэллито имеет длину 20 метров. Представляет собой рептилию, имеющую зубчатый гребень. Из-за своих габаритов животное неуклюжее и окрашено в серебристо-серый цвет. Еще в конце прошлого века разыска чудовища хотел аргентинский ученый. В отличие от первого случая, Хулио Агуаро удалось кое-что найти. Это были следы лап Науэллито. Их поперечная длина составляла 50 сантиметров. Методом соотношений спелеолог пришел к выводу, что вес чудовища составляет несколько тонн. По словам полицейским, которые проживают в Науэль-Хуапи, они стали свидетелями не только передвижения монстра, но и его издания звуков. Список можно продолжать до бесконечности, но даже по этим нескольким встречам с ящерами, которые длятся веками, можно размышлять годами, делать выводы, заключения, строить теории и даже снаряжать экспедиции, чтобы воочию убедиться в существовании доисторических существ, которые дожили до нашего времени. Картинки, на которых изображены люди-динозавры, фотографии, запечатлевшие подобных монстров и даже видеосъемки, из которых можно уже создать полнометражные фильмы, свидетельствуют о том, что некоторые из динозавров сохранили свой первоначальный вид и спокойно обитают в затаенных местах современного мира. Конечно, если с головой окунуться в эти расследования, то вполне может оказаться, что большинство так называемых фактов это фейки, однако не все так однозначно. Несмотря, что потаенных уголков дикой природы, куда не ступала нога человека на земле становится все меньше, это вовсе не означает, что динозавров или похожих на них чудовищ не существует. Где-то может спокойно себе жить и охотиться потомок тираннозавра, спокойно плавать и размножаться современный плезиозавр, а может где-то в глубине в чудовищном давлении морской глубины обитает мозозавр или мегалодон, которые изредка выплывают на поверхность, чтобы пощекотать нервы случайным морякам или отдыхающим. А между тем динозавры находятся среди нас. Птицы прямые потомки динозавров спокойно существуют среди нас. Гигантские орлы-кондоры, чьи предки были археоптериксы. Страусы, которые, возможно, далекие родственники велоцирапторов, а обыкновенный воробей это далекий потомок того же Комсагната. Строить теории можно бесконечно и в конце концов найти настоящую истину длиною в миллионы лет. Ждем ваших теориев и комментариев по данному видео. Узнать больше о животных доисторической эпохи, познать тайны Вселенной, подумать о предположениях вероятных глобальных катастроф и апокалипсисов вы можете на нашем канале. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх, если понравилось, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы первыми посмотреть интересные факты и теории о нашем мире, о прошлом, настоящем и будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok